На 25 апреля запланировано проведение церемонии закладки киля головного корвета Кельн-класса. К. 132-й партии. 22 апреля 2019 года Самптэна. 25 апреля запланировано проведение церемонии закладки киля головного корвета Кельн-класса. К. 132-й партии. Корвет. Эф. 264. Ладвиг-Шееван-М. Проект АК-130, тип О. Брауншваг. ВМС Германии, ноябрь 2016 года. Источник изображения, ВМС Германии ЦАМТА, 19 апреля. Согласно планам, 25 апреля на судостроительном предприятии Пин. В Вальгасте состоится церемония закладки киля головного корветта Кельн-класса К-132-й партии, предназначенного для поставки ВМС Германии. Проект имеет важное значение для ВМС Германии, поскольку приняты и на вооружение в 2008-2013 годах. Пять корветов первой серии стали основными рабочими лошадками флота. Практически с 2012 года один из корветов в акватории Средиземного моря обеспечивает поддержку операций миротворческих сил ООН, размещенных в Южном Ливане. Остальные корветы выполняют задачи в Балтийском море в национальных интересах и в рамках обязательств перед НАТО. ВМС Германии недавно оценили на примере К-130 разработанные концепции интенсивной эксплуатации боевых кораблей сменными экипажами. Интенсивное использование означает, что корабль будет оставаться в море до двух лет, в то время как экипаж будет меняться каждые четыре месяца. В 2015-2016 годах F-262, Эрфурт доказал осуществимость этой концепции, он использовался 17 месяцев у побережья Ливана и в районе Африканского Рога. За это время экипаж менялся четыре раза. Как сообщал ЦАМТО, основными задачами корветов класса К-130, Брауншвейг, являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной экватории, государственной границы исключительной экономической зоны. В настоящее время на вооружении ВМС Германии состоят пять корветов класса К-130, F-260, Брауншвейг, F-261, Магдебург, F-262, Эрфурт, F-263, Альденбург, F-264, Людвигс Хофен. В 2016 году с учетом нехватки корветов в боевом составе ВМС Германии Министерство обороны страны приняло решение поручить строительство второй партии корветов класса К-130 консорциуму Ардж К-130, Обдз Джемчкафт К-130, который построил первые пять корветов серии. Данное решение было протестовано компанией German Naval Yards. После продолжительного разбирательства стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению и 12 сентября 2017 года Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию. Ба-Эйнбург подписала контракт на постройку пяти корветов второй партии с консорциумом Ардж К-130, в состав которого вошли Лерсен-Верфт ГМБХ, Амперсанд, Компани, основной подрядчик, Виссен-Крупп-Марин-Системс ГМБХ и Герман-Нейвл-Ярдс, ГН-Вай. Стоимость заказа оценивается в 2 миллиардах евро, 2,4 миллиарда дол. Как планируется, поставки начнутся в 2022 году и будут завершены к 2026 году. Церемония риски первой стали для постройки головного из пяти корветов класса К-132 партии состоялась 7 февраля 2019 года на предприятии компании Лерсен-Верфт. В Лемвердере, недалеко от Бремена, за Кёльном последуют Эмден, Карлсруэ, Аугсбург и Любек. Киль для последнего корвета, как ожидается, будет заложен в декабре 2020 года. Первые заводские ходовые испытания корвета Кёльн запланированы на август 2022 года, а его передача ВМС Германии состоится в ноябре того же года. Согласно обновленным планам, Лерсен-Верфт-ГМБХ, Амперсанд, Компани, построят носовые секции двух кораблей в Лемвердере, а еще три будут построены в Кильгарден-Компании. Герман-Нейвл-Ярдс-Килл-ГМБХ, предприятие Пин, Вальгасте, которое также принадлежит Лерсен, построит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на принадлежащем ТКМС предприятии БЛАМ плюс ВОС в Гамбурге. Право на данный материал принадлежат сам. Томатериал размещен правообладателем в открытом доступе.